Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Добрый день. Добрался до Львова, заселился в квартиру. На первом варианте квартиры, который я подбирал, меня обманули. Там не оказалось хозяев, те, которые размещали объявление. Я делал предоплату 150 гривен, она теперь утеряна, соответственно. Поэтому будьте внимательны при бронировании квартир, не оставляйте предоплату. Если у вас есть кто-то, кто может во Львове посмотреть квартиру на месте, съездить наличными, оплатить и посмотреть квартиру, то лучше делать и так. Потому что здесь очень много мошенников, которые именно так и зарабатывают деньги. Потому что вы не пойдете в милицию, вы не будете обращаться, не будете с ними судиться искать. И вот так они берут 150, 200, 400 гривен. Это приблизительно 5, 15, 20 долларов. И оставляют их себе. И вы приезжаете и не можете заселиться. Также есть варианты. Вы можете приехать и на вокзале прямо стоят таксисты, которые могут вас заселить в квартиры и показать вам. Конечно, что-то будет, возможно, дороже, чем то, что вы найдете в интернете. Но зато это будет с гарантией. Или вариант. Приезжаете и здесь на месте уже оставляете вещи в камере хранения и идете по квартирам, смотрите. Так, что понравилось, то и бронируете, оплачиваете сразу на месте. Я нашел однокомнатную квартиру за 350 гривен в сутки. Это будние дни. И 400 гривен они берут за выходные дни. Если вам понадобятся контакты или данные, я вам подскажу. Здесь мы видим, вот кухня есть такая небольшая, микроволновка, газовая плита, раковина, бойлер, стиральная машина, холодильник. Здесь мы видим санузел. И вот комната. В комнате есть диван, телевизор, мебель. Подогрев у них газовый стоит. Компьютер в том числе. Квартира находится на первом этаже. Прямо в центре города. Викинг Туристик. Отдых покупают на викинг.бай. Вот в таком неприметном месте находится крыльевка, схрон. Надо постучать и называть пароль. Слава Украине, отзыв героям слава. На карте предлагаю вам посмотреть координаты. Вот где находится эта крыльевка. На входе вас ждет охранник, который предложит вам выпить рюмочку крепкого спиртного. Дальше вы спускаетесь в схрон. Место очень колоритное. Много здесь столов. Цены приемлемые. Вам обязательно надо посетить это место. Вы будете приятно удивлены. У них есть тир. Можно пострелять с винтовки. Также к вам могут подойти и обыскать вас. Или посадить в тюрьму. Детям будет интересно. Они смогут посмотреть, прикоснуться к тематике оружия, войны. У них несколько залов. Залы все тематические. Есть что посмотреть. Всегда много людей. Играет живая музыка. И вот мы с вами покидаем уже крыльевку. Если вы хотите посетить Львов самостоятельно, то вы можете это сделать или на автобусе из Минска, или на поезде. Стоимость билетов примерно сопоставима туда-обратно. 65-70 долларов. Проживание 3 ночи в общем номере от 23 долларов стоит. Двухместный номер от 36 долларов. Если вы захотите заказать гида, то гид приблизительно от 3 долларов. Если вы хотите заказать экскурсионную программу во Львов из Минска, цены начинаются от 70 долларов с человека. Можно заказать отдельно пакет проезд 30 долларов. 75 долларов проезд и проживание. 95 долларов это проезд, проживание, экскурсионная программа. Что входит в пакет? Проезд включен, проезд автобусом и услуги сопровождающего. Пакет проезд и проживание включен в проезд. 2 ночлега в отеле во Львове, 2 завтрака, услуги сопровождающего. И туры с экскурсией включают проезд, 2 ночлега во Львове, 3 завтрака, экскурсионное обслуживание по программе, без стоимости входных билетов. Если вы хотите заказать данные пакеты у нас, вы можете это сделать, связавшись с нашими менеджерами. Сайт viking.buy Костейни, заряд кофе. Клощадь. Цена на экскурсии. Вход в старый город через крепостную стену. Магазин Russia. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лосинок Евгений. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.